Сегодня у меня баня. Первый раз за весну. Ну еще не распустились листики, набухли только почки, а я открыла весенний сезон бани. В прошлый раз я вам рассказывала о печке в нашей бане. Мы ее переделывали. Не буду останавливаться на этом опять подробно. Будет интересно, найдете ролик, посмотрите. А в этот раз я вам в процессе, так сказать, помывки бани расскажу о системе водоснабжения. Она у нас тоже очень интересная и очень продуманная. Дело в том, что мы не держим зимой баню теплой. Это достаточно дорогое удовольствие. Тут без штанов останешься, если зимой электричеством поддерживать плюсовую температуру в бане. Итак, баня готова. Она помыта, она натоплена. Угощение для батюшки банника готово. Помывочная вымыта, вычищена. И здесь, конечно, теплее, чем в комнате отдыха. Ну и, конечно, вот это, наша баня. Ну, я начала, как всегда, с конца. Предлагаю начать сначала. Ну, после того, как мы переложили каменку в бане, это первая будет моя протопка. Это будет первая баня, так правильно скажем. Потому что я протапливала, сушила. В одной закладочке делала. Почему мы поменяли печку, я рассказывала в первом сюжете. А вот сегодня будет полноценная баня. Раньше я топила до 60 градусов в баню, а потом уже она доходила сама. Протопка была длительная, утомительная. Именно по этой причине шамотный кирпич, который был на печке, мы поменяли на обычный красный полнотелый печной кирпич. И посмотрим, как у нас будет баня доходить и набирать температуру уже с этим кирпичом. Давайте посмотрим в реальном времени, сама не знаю. Итак, сейчас у нас 10 часов 41 минута. Посмотрим, за сколько баня наперёд температур. Для начала откроем кран. Там в дно кран. Вот она пошла. Наполнение ведра для полива. Тельца. Идёт дальше, дальше, дальше. А вот теперь открываем кран. Это наполняем вак. Вот так, засекаем время. Пока вода наполняет, я вам расскажу о системе водоснабжения у нас. Значит, из скважины идёт труба, она закопана. Но часть трубы идёт между землёй и баней, соответственно, вот до этого момента. Так как мы землой баню от водоснабжения отключаем, то есть она у нас холодная. Вот и перекрываем. У нас стоит греющийся кабель. Он работает только в зимнее время, чтобы труба не перемерзала. Начало плеть всё-таки. В принципе, как заполнение очень простое. Так и слив ещё проще. Во времени сейчас определимся. Ведро перекрывается своим краном. Ведро уже наполнено. Да. Всё, и пошла холодная вода. Холодная вода входит в вак. Вода на вак. Обратите внимание, здесь тоже стоит краник. Вот холодная вода нашла сюда. Сейчас она наливает в вак. И потом холодная вода идёт через трубу в печку. Там она закольцована. В прошлом ролике, вот там, где мы перекладывали печку, видно, по какому принципу она закольцована. Выходит. И возвращается уже в нагретом виде в сам бак. Здесь, соответственно, вот она подача холодной воды. Видите, труба, она тоже перекрывается. Вот она холодная вода. Вот горячая вода. Так как бак полностью закрыт, вот здесь сделана, сделан в графике просто так. Когда вода нальётся полностью в вак, отсюда пойдёт вода. Это как бы показатель того, что бак наполнился полностью. Слышите уже по звуку, да, что бак практически целый, наполненный водой. Ну, уже доведём эксперимент до конца, до логического. Опа, видите, да, вода побежала. Вот он, для чего нужен перелив. Лишнее давление я сейчас сниму, чтобы бак не был сильно полным, потому что при нагревании... Итак, сколько у нас ушло времени? Так, 4 раза я заводила секундомер, да, часы. Значит, 4 минуты у меня ушло на заполнение всей системы. Обратите внимание, вот от этого крана ещё идёт труба. Тут она, видно вам, да? Она выходит на улицу. Вот она. Это для пара. Если вода вдруг начинает закипать, что-то не рассчитал туда, то пар фактически просто выдавливается через эту трубу. А каким образом это сливается? Вот один кран, показываю. Опа, видите, да? То есть, перекрывается этот кран. И система, которая вот в самой системе вода, она сливается через этот кран. А вот то, что остаётся, выбрана самая нижняя точка, видите, в этот кран. И из него уже остатки воды вливаются. То есть, система остаётся практически, ну, не практически, она остаётся пустой. Обратите внимание, вот здесь щели у меня, да? То есть, здесь положено штуку. Внизу, под полами, сделана бетонная чаша. Из неё выходит труба под наклоном и уходит в лес. Вот туда. Там закопанные две покрышки от КамАЗа. В общем-то, всё, что сливается, оно уходит. Вот такая замечательная у меня помырочная. Так, ну, пока у нас баня купится, нам надо привести запарник в порядок. Он у меня деревянный. Видите? Сейчас открою воду, поймёте, о чём я. Нет, откроем. Я наливаю холодную воду. Так, как пласки деревянные, да, и они сохли, то вода сейчас подвяжёт со всех щелей. По большому счёту, что нужно подержать, набрать, насколько это возможно, холодной воды и подержать воду в запарнике, чтобы дерево растухло. И туда можно наливать уже всякие стекляшки из горячей воды. Да, вода уже горячая. Это уже хорошо. Сейчас посмотрим, сколько за 2 часа набрала наша парная. А вот сразу и посмотрите. Видите, вода сейчас будет стекать вот эти щели, потому что был сделан чуть-чуть под уклоном. Так, ну что, у нас 40 градусов. Очень неплохой результат за 2 часа в трубке. То есть со старой печкой у меня за 2 часа температура поднималась до 20 градусов. То есть в 2 раза быстрее сейчас нагревается парная. Хотя это не показатель. Смотрите, у меня нижние... Так, как показать? Получше. У меня нижние кирпичи ещё сырые, то есть печка ещё до конца не просохла. И сегодняшняя протопка бани и паренья это не будет показателя. То есть где-то через месяц, через 2 часа, когда камень подстроится под парную и парная сама привыкнет уже к новой каменьке, будет уже реальный показатель, за сколько будет протапливаться печка. Вот ещё забыла, что сказать вам в прошлый раз. Смотрите, вот здесь у нас вагонка, обычная вагонка. Но вся хитрость сделана в том, что за потолком каменная поверхность. Там глина залита с опилками. Когда она высыхает, она становится просто железобетонной. Потому что я вам покажу, когда плещешь ковшиком за парку, пар устремляется вверх, что поверхность не пористая, он резко уходит и начинает кружиться по кругу. Хорошо нагрелась. И я, вот у меня мешочек такой волшебный, я в неё все засушенные травы, которые мне сегодня нужны, просто положила, и она будет запариваться. В холодную воду положим наши веники. Я беру дубовый веник и березовый веник. В холодную воду. Почему в холодную воду? Потому что если положить сразу в горячую воду, наполовинок облетит. Мы подождем, когда они у нас напитаются водой, а потом уже переложим в горячую воду. Так, баня набрала практически 60 градусов. Больше топить не будем. Остальное она наберет за счет печки. Сейчас прогорит, закроем все вьюшки, и все, и будет стоять под парами где-то часик-два. А веники наши уже отмокли. В холодной воде. Включаю горячую воду. Так как печка продолжает отдавать тепло, я подливаю, потому что я использую воду из бака с горячей водой. Поэтому я подливаю холодной водой, чтобы бак был полный. Все, угли погасли. Баня протоплена. В бане 60 градусов. Закрываем вьюшечку. И банька у нас доходит сама. Делаем температуру. А здесь уже жарко. Когда? У нас сейчас 60 градусов. Сейчас часик банька постоит. И можно заходить. После того, как вы убрали баню, топили ее, обязательно проводите один из важных обрядов в русской бани. Если у вас, конечно, настоящая русская баня, а не пиздюшка какая-то. В настоящей русской бане всегда живет банщик. Как он приходит, как он находит баню, как он себе выбирает, то нам неведомо. Но обязательно для того, чтобы был легкий пар, банщику наливают хороший, добрый квас. И обязательно подойдет черный хреб солью. Это надо поставить где-нибудь в уголочке, чтобы это не мешало вам. Было доступно батюшке баню. И обязательно просят